Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. На биткоине было падение последние несколько часов. Поднимался биткоин вчера на 65 тысяч и потихоньку идет вниз. Тем не менее, растут торговые объемы. Это мой телеграм-чат. Марк Цукерберг, основатель Facebook, делает предположение, что Байден и Харрис давят на свою команду, чтобы ввести цензуру на платформе. Биткоин отскочил вверх на 63 тысячи долларов. Капитализация рынка 2.31 триллиона долларов. 2.31 триллиона. 2.31 триллиона долларов. Индекс страха и жадности в нейтральной зоне. Уже не в страхе. Ставка финансирования почти негативная. В этом видео сделаем теханализ биткоина и эфира. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И что у нас тут? Давайте сразу лучше на биткоин пойдем. На недельный. Мою торговую идею, которую я давал вчера, выбила по стоплосу. Неделя закончилась. Посмотрите, была хорошая поглощающая свеча. Недельная. Стахастик вроде как пытается развернуться вниз сегодня. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале 23-го года. На 20-ти тысячах. Биткоин индикатор бот. Дал сигнал на продажу. Смотрите. Только что дал сигнал на продажу. Интересно. Держал сигнал на покупку, а тут дал на продажу. На последней свече. Любопытно. Неделька. Ну давайте-ка на дневной опустимся. На дневном стахастик в перекупленности. Двойной вершины нет еще. Нужна двойная вершина. Не очень хорошо, конечно, выглядит картина. Так-то в целом. Давайте, может быть, какие-то паттерны прорисуем. Если они есть. Я бы сказал, что вот так, может быть, нет, тоже не туда. Не вижу каких-то особо паттернов, которые формировались бы на биткоине. Кроме того, что вот, может быть, на крупной вот такой. Нисходящий расширяющийся клин. Это бычий паттерн-то на самом деле. Внутри давление-давление, и выходим вверх. Поэтому, в принципе, по этому паттерну. Настроение в рост. Стахастик в перекупленности. Развернулся вниз. Но нужно дождаться двойной вершины. Крипто-гру-бот держит сигнал на продажу. Биткоин-индикатор-бот. Но тут слишком много сигналов. Опустимся на 4 часа. 4 часа. Так. Но тут у нас формируются-то паттерны. Это восходящие. Восходящие. Ну, давайте посмотрим, что тут восходящее. Это, может быть, вот так можно провести. А, вероятно, канал. Вот так идет вверх. На 61.300 может к этой трендовой опуститься биткоин. А еще вот так можно провести. Вау, ребята, да это восходящий клин. Восходящий клин на 4 часах. Дерьмецо. Внутри давление-давление. И выходим вниз. И цель может быть основание этого клина. Основание. Тогда получается... Чы-чык. Сколько там будет? 54 тысячи. Это сильное падение. Какие-то новости. Войны. Плохие новости. Может, конечно, и развернемся вверх, но... Это восходящий клин. Медвежий паттерн. Внутри давление. Чы-чык. И вниз вышли. Такие цели может быть сильная поддержка. Это примерно 56. Или, может быть, даже ниже. 54. Да, ну такое. Может, конечно, и вверх выйдет биткоин, но паттерн все-таки медвежий. Нужно получить больше информации, поэтому давайте на другие графики. Потому что, если так выглядят дела, то нужно закрываться. Давайте посмотрим на общую капитализацию рынка. 2,1 триллиона. Здесь тоже расширяющийся или какой-то клин. Восходящий. Я имею в виду. Да. Да, тоже тут восходящий клин. Видите, да? На общей капитализацию рынка криптовалют. О-оу. И это на дневном. Посмотрим, тут какая цель. Потом еще на эфир, наверное, глянем и... Я уже буду принимать окончательное решение. 1,9 триллиона. Может подняться на 2,2. И затем упасть на 1,9. Тоже тут восходящий клин. Хорошо, теперь давайте посмотрим на эфириум. Общая капитализация рынка. Биткоин. Восходящий клин и там. Теперь эфириум. 2,687. Тоже здесь восходящий клин. На трех разных графиках восходящие клины. Да, тоже здесь. Внутри давление, давление и вниз пошли. Цель можно измерить по основанию этого клина. Поэтому по эфиру здесь цель может быть... Какая? Чик. Переносим. 2300 долларов. 2300. Поэтому тут торговую идею нужно поправить. На 2300, если еще не зашли. Вот такую сделку можно открыть на эфире. Хорошо, теперь давайте смотрим на доджкоины. Тут везде восходящие клин. Да и на доджкоине тоже. Похоже, что у нас будет еще одно падение. На крипторынке. Ребятули, здесь я тоже вижу. А это медвежий флаг на доджкоине. Видите, вот такой флагшток и полотно. Это медвежий флаг. По-любому выйдет какая-то негативная новость. Рынок провалится. А это на доджкоине большой нисходящий клин. Если у нас будет падение, то в принципе как раз и пойдет доджкоин к нижней границе этого клина. Оттуда развернется. Это будет 7 центов. Доджко, конечно, подошел к верхней границе этого клина. Но везде тут медвежий флаг. Давайте посмотрим еще на Юнисвап. 6 долларов 30 центов на дневном. Давайте посмотрим, что. Нисходящий клин на дневном, который пробил Юнисвап и вышел вверх. Давайте опустимся еще на 4 часа. Но на 4 часах. Опять же, восходящие. Что тут восходящие? На медвежий флаг, похоже. Формируется на Юнисвап. То же самое, что и на доджкоине. Это больше такой восходящий расширяющийся клин. Похоже, что рынок будет падать. Ребята, дерьмо. Пока что напомню, что под видео полезные ссылки. Регистрируйтесь на Bybit. Получайте бонус до 60 тысяч долларов. Это моя любимая биржа. Торгую в основном на Bybit. Если вы как-то торгуете на других биржах, вам там не нравится, то переходите на Bybit. Лучшая биржа. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализом. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейлеров. Медвежий флаг или что-то там. На Uniswap восходящий расширяющийся клин. На Доджкоине. Что мы видели на Доджкоине? Медвежий флаг. Эфириум. Что показывает эфир? Эфир показывает восходящий. Восходящий клин. Это тоже медвежья формация. Биткоин, что показывает. Биткоин. Здесь тоже восходящий клин. Цель 53 тысячи. К сожалению, нужно сокращать позиции. Моя гениальная сделочка по биткоину. Вчера была в плюсе на почти 40 тысяч долларов. Сейчас 28. 28 тысяч профита. Закрываю. Готово. Зафиксировали прибыль. И теперь нужно поставить ордера на покупку. На тот уровень, который я уже определил. Сколько хита на меня накидает после этого видоса. Ставлю на покупку на 54. Здесь зайду на 6 биткоинов. Это на деривативах. Покупаю по 54 тысячи. Буду брать 6 биткоинов. По 54. 6 биткоинов. Захожу в лонг. Обойдется мне в 16500 долларов. Размер позиции 324 тысячи. Подтверждаем. Давайте-ка пожарнее поставим заявку. Давайте на 8 биткоинов. Оу, еее. Подтверждаем. Теперь буду закрываться на споте. На балансе у меня 613 тысяч 500 долларов. Вау. Серьезно, конечно. Просел баланс. Со вчерашнего дня. Что сильно упало? Где там? А что упало там? Вчера было 639. А тут тебе на те. 613. Что ж, сука, падает-то? Это, наверное, из-за биткоина. Падает, когда я прямо сейчас записываю видео. Хорошо, нужно все закрывать нахрен. Продаю. 2,4 биткоина. По текущей цене. Биткоин падает. Пока я записываю видео. Продать. Весь биткоин. Закрываю эту позицию. Продано. 2,4 биткоина. Сумасшествие. Записываю это видео. Ну, вот просто посмотрите. Это невероятно. Я вот только об этом говорю, что биткоин будет падать. Вот прям вот только говорю. И смотрите, обиточек сразу как меня услышал. Вот это, смотрите. Это 62900. И начал падать. Интересно. Давайте продолжим закрываться. Так, USDT у меня теперь на 250-300. Доджкоин. Закрываю. Продаю весь доджкоин. По текущей цене. На 71 тысячу. Продать. Ордера исполняются. Все продается. И буду перезаходить. Показывал тоже в видосе, где там у нас хорошая точка входа. Медвежий флаг. Цель по этому флагу какая? Это можем измерить по высоте флагштока. Вот это расстояние. Это получается, что нижняя граница этого клина. 0.073. Там нужно ставить ордер на покупку 0.073. Там я буду брать на 70 тысяч и возьмем. По 0.073. На 70 тысяч. Значит я куплю доджкоина на 70 тысяч долларов. По цене 0.073. Подтверждаем. Что там у меня еще? Теперь USDT на 321 тысячу. MCRT на 69.800. Это я не продаю. Буду держать. Потому что недооценен MCRT. Теперь давайте посмотрим Uniswap. Я ранний инвестор во многих проектах. На Uniswap восходящий расширяющийся клин. И здесь можно тоже измерить расстояние. Вот это расстояние. Может быть целью. По выходу из этой фигуры. 5 долларов 40 центов. Это уже совпадает с поддержкой. Сумасшествие. Все продаем. А, Uniswap-то Uni упал. 5 процентов. Вау. Я записываю это видео и все падает. Падает все. Смотрите. Вот записываю видео. Падает-падает. Все падает. Да удивительно. Продаем Uniswap по текущей цене. Да, я заработал-то хорошо на Uni. Отлично я заработал. Потому что у меня гениальные покупки. Я вам сейчас покажу, где я брал Uni. Вот здесь. Смотрите. Я всех предупредил и продал. По 7.60. А затем откупил. По 4 доллара 70. И теперь продаю снова. По 6.20. Посмотрите, какой я красава. Супер. Гениально. Поставил ордер на продажу. Он пока не исполнился. Потому что цена ушла вниз. Пока я записываю это видео, все падает. Так, MCRT Uniswap. Кто еще? Uniswap-то не продался. Получается. Подвисла заявка. Падает цена. Пока я продаю. По Uniswap тоже. Провалился на 5.2% Uni. Пытаюсь тут продать. Уже близко заявка-то моя. Смотрите. 6.29.15. Моя заявка стоит. Хорошо. Сколько у меня теперь уже? USDT. 334.500. Uniswap. MCRT. WorldCoin. WorldCoin. Давайте посмотрим пока. И там на Uniswap надо не забыть поставить ордер на покупку. WorldCoin. Сильное падение там. Смотрите. Вот оно. На доллар 90 поднимался и опустился на доллар 60. Тоже здесь медвежий флаг нарисовался. Ребят, я реагирую на рынок. Я не надеюсь, не молюсь. Я просто исхожу из технического анализа. То, что вижу, то и танцую. В данном случае медвежий флаг. На всех графиках медвежьи паттерны хорошо, нужно где-то покупать WorldCoin. Какая цена входа? 99 центов. Продаем WorldCoin по текущей цене. 10 прод... Ох, нихрена себе. Записывая видео, все просто сыпется. Продаем по текущей цене на 20 тысяч долларов. И затем будем перезаходить. Под 98 центов. 0.98. Я продал на 20 тысяч. Давайте возьмем на 30. По цене 0.98. На 30 тысяч будем заходить. Под 98 центов. Готово. На биткоине поставили по 54. Закрыли WorldCoin. USDT теперь на 354.900. MCRT на 69. Uniswap на 46 тысяч. Так и не продался. Или продался таки. На частично. Продался. Я думаю, что закроется все-таки. Или может быть все-таки поставить новый ордер. Да, похоже я отменю предыдущие. Поставлю снова. Продаем Uniswap. То, что осталось. Посмотрим, продается, не продается. Да, все успешно продано. И теперь давайте... Что там? Смотрим. USDT на 401 тысячу. Получается, теперь я в основном в USDT. Чутка эфира у меня на 18700. Это тоже нужно продать? Похоже, что зреют какие-то негативные новости. Продаем эфир. Полностью продано. И поставим заявку на покупку. Перезайдем. И у меня там цели по выходу из восходящего клина. 2000. Короче, вот только что продал. И теперь перезайду. 2300. Возьмем на 40 тысяч. Эфира по 2300. Купить. Готово. И теперь стоят ордера на покупку. Эфириум по 2300. WorldCoin по 98 центов. Dogecoin по 0.73. Покет. Это удаляем. Убираем. Uniswap по 360. WorldCoin по 98 центов. И заявка по биткоину. На деривативах на 54 тысячи. На 8 биткоинов. Давайте 10 биткоинов поставим. По 54. На 10 биткоинов зайдем. Такие у меня ордера на покупку. Там поставил, тут поставил. Но на споте по биткоину ничего не сделал. Поэтому давайте еще здесь. Опять же 54 тысячи. Возьму 2 с половиной. Или нет, давайте больше. На 3 биткоина давайте. 3 биткоина по 54. Купить. Отлично. Смотрите, наблюдайте, как я ворочаю мешками. В полмиллиона баксов. MCRT. USDT. Покет. Ну хорошо. Давайте еще на Покет посмотрим. Стоят у меня заявки на биткоине, эфире. WorldCoin. Dogecoin. А, по Uniswap. Забыл же поставить. Uniswap давайте. 6 долларов 29 центов. Заявку надо поставить на 5.40. Ставим. Все, похоже, падает. Ставим на 5 долларов 40 центов. Но это не финансовый совет. Я просто показываю, как я торгую. Ставлю заявку на Uniswap. Сколько я там продал. Да неважно. Давайте, короче, на 30-ку. Нет. Давайте на 40 тысяч. Подберем Uniswap по 5.40. Больше. На 50 штук. Давайте зайдем. Не-не, ну, перебор, конечно. Давайте на 30. Купить. По 5.40. Хорошо. Теперь ордера. Uniswap 5.40. Биткоин 54. Эфириум 2.300. Ворлдкоин 98 центов. И Доджкоин 0.073. И на деривативах тоже заявка по 54 тысячи. И в основном я теперь в USDT. Можно, конечно, еще и Покет посмотреть. Давайте уже. Откроем. Что там падает, не падает. Покет, Покет, Покет. 0.044. На Покете хороший рост был. Недавно. Давайте посмотрим на 4-х часах. Смотреть хорошо. Толкнулся. И проходил вверх. Тут на 4-х часах-то я вижу бычий флаг. Поэтому Покет оставлю. Ну что ж, показал вам свои сделки. Что закрыл, что поставил. В основном вышел в USDT. Да, практически все закрыл. На деривативах у меня USDT на 109-300. Здесь у меня что-то по мелочам. Тут я могу закрыть и купить. А, это нужно переводить. Ну хорошо, пускай так и остается. Это было на самом деле сумасшедшее видео. Что я сделал по факту? Посмотрел на графики, провел теханализ и отреагировал. Полмиллиона долларов подвигал туда-сюда. Исходя из теханализа, там восходящие клины и... Извините. А, нет, все правильно. Восходящий клин там был. И восходящий клин. И все такие медвежьи паттерны. Это, конечно, рискованно, но я все закрыл. Все свои позиции. Биткоины, эфир, альткоины. Распродался на полмиллиона баксов. Плюс еще, в общем, много. Восемьсот тысяч крипты. И поставил ордера на покупку на нижних уровнях. Всему этому я обучаю на своих курсах. Вот мои курсы по криптотрейдингу. Тут их найдите, проходите. На Bybit торгуйте. Сам там торгую. Давайте теперь почитаем комментарии. Что ты думаешь о монете OrdiSwap? Я только что все продал. Так-то вообще. Спасибо, бро. Ты красава. Похоже, что биткоин пойдет вниз. Привет тебе из Польши. Чувствую, что зреет какой-то негативный новостной фон. Джеймс, какой индикатор на твоих графиках показывает месячную и недельную поддержки? Всему этому я обучаю на своих курсах по криптовалютному трейдингу и трейдингу на фондовых рынках. Там же и про индикаторы. Я благодарю тебя за то, что ты отреагировал на мой вчерашний комментарий. Ты крутой. Спасибо тебе за объяснение. Пожалуйста. Доброе утро. Привет, Джеймс. Где же твои гивэвэй на Байбет? Их нужно организовать. Привет из Израиля. Всем мира, чтобы без войны. Всем мир, любовь и удовольствие от жизни. Наслаждайтесь. Всем желаю безопасности мира. Я все продал. И посмотрите, бедочек. Чуток подрос. И я все продал. Исходя из технического анализа и того, что я увидел на графиках. Но это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Но на мой взгляд, очень много сигналов, которые предвещают падение в краткосрочной перспективе. Падение может быть сильным. Всем спасибо. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Только что продал активов на полмиллиона долларов. Еще закрыл сделку по биткоину на 300 тысяч с профитом в 28 тысяч долларов, которую я открыл на последнем падении на 49, а перед этим я продал, когда было 65. Кстати говоря, хочу вам показать свои невероятнейшие, гениальные покупки-продажи. Я вам покажу свои покупки-продажи. Зацените, где я купил. Это где я купил Юнисвап. Я купил по 4.70. И где я продал. И где я купил биткоин. Где я продал. Продал. Всех предупредил. Продал по 66. И купил по 48. И только что продал по 63. Эфириум я купил на самом дне нападения. Посмотрите. По 2000 я брал. И только что продал по 2700. Доджкоин я купил. Здесь купил, здесь продал. Это на споте. Поэтому тут-то не особо так я заработал. Если честно. Ну вот такие у меня трейды. И сделочка по биткоину. Тоже гениальная. Вот где я купил биткоины. А че тут не показывает, где я купил. В общем, я зашел в лонг на падение. По 48. И только что закрыл. По 63 тысячи. Опять же, вы должны принимать свои решения. Я просто делюсь своим мнением по рынку. И показываю, как я торгую. Я реагирую на рынок. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.